Ну и как мы обещали, у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент Челябинского государственного университета Александр Флокин. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Александр, ну вот вопрос дня мы вам сначала хотим задать. Вот что бы лично вы изобразили на флаге государства российского, если бы у вас была такая возможность? Ну, флаг, он такая вещь, которая должна быть простая, но я бы подумал что-нибудь оригинальное, да. Ну, например? Вот, ну не знаю, какой-нибудь интересный цвет можно выбрать, да. Вот так вот. Вот, да, точнее, не какую-то фигуру, да, а вот выбрать какие-то интересные. Цветовое решение, да. Цветовое решение, да. Ну, давайте перейдем. Ну, а интересный цвет, это какой цвет, по-вашему? Фиолетовый? Ну, как какой? Я не знаю. Ну, почему нет? А там пофотографируем, да? Цвет бедра испуганной нимфы. Вот у нас был флаг цвета бедра испуганной нимфы. Когда общаешься с кандидатом исторических наук, понимаешь, что можно и вот так. Ну, Александр, расскажите все-таки про наш триколор, вот чей флаг Петр Первый взял за основу, расскажите вот это. Тут немножко даже стоит вернуться к отцу даже Петра Первого, Алексея Михайловича, который строил корабль, первый корабль, который был, правда, недостроен. Надо поблагодарить восставших разенцев, которые его спалили. Но голландец, который строил этот корабль, да, сказал, что вот в Европе принято, как бы, украшать корабли флагами, чтобы было видно, издалека понятно, чей это корабль. Или стоит там его расстреливать из пушек или спокойно пропускать в порт. И считается, что именно тогда на манер как раз тоже нидерландского флага этот голландец как бы выпросил у Алексея Михайловича разрешение купить ткани красного, белого и синего цвета для того, чтобы пошить флаг. Историки не знают, как он выглядел, как он, естественно, там ведут споры. Ну, считается, что такой первый прообраз, вот, соответственно, бело-сине-красного, соответственно, флага был создан еще при АЦЕ. Ну, и сам Петр Первый, конечно, тоже заимствовал эти цветовые решения, конечно, из голландского, да, образа. То есть, как бы, он был такой голландный фил, любил все заимствовать, да, и здесь он, конечно, как бы пытался некую такую воссоздать, в том числе, как бы, цветовое решение к вопросу импортозамещения, да. То есть, вот наш флаг, он, конечно, такой, как бы, родом из Европы. Александр, ну, вот все-таки три цвета. Давайте вот точно, вот вы, как бы, да. Есть вот обоснование цветов. Вы нам точно расскажете. Точного нету, да. А, точного нету все-таки, да, обоснования. Ну, потому что и в Европе, и в России, когда и Петр Первый, естественно, принимал это решение, и потом, когда уже с образованием новой России, как бы, в Конституции записывалось, было выбрано, как бы, три цвета, но они никак официально не расшифровываются, да. То есть, новая Россия взяла традицию дореволюционную. Правда, в дореволюционной России был очень интересный казус, когда существовало, скажем, или спорило два флага. То есть, вот наш триколор и черно-желтый, соответственно, флаг. И было даже несколько комиссий, которые выбирало, какой же флаг будет национальный. И вот триколор обосновывалось, то, что это цвета более подходящие для российского, да, о том, что, например, русские женщины любят, соответственно, носить белые одежды, красные одежды, синие одежды. И таким образом, как бы, пыталась обосновать, как бы, эта комиссия о том, что надо выбрать именно триколор, а не вот желто-черный имперский, соответственно, флаг. А, Александр, я слышал, что три флага даже было в один момент. Был попытка синтезировать, да, то есть, такой, как бы, промежуточный флаг, где присутствовал триколор и черно-желтая символика. Это, как бы, был символ единения императора и народа. То есть, это была такая, как бы, вот, конец Российской империи, такой, как бы, попытка, вот, создать такой, не эти символы, вот, самодержавия, православия и народности. Интересно. Ну, своего рода эволюция флага, да, происходила за годы. Вот сколько лет сегодня отмечает триколор? Ну, а вот, как бы, тоже очень сложный вопрос, да, что считать, как бы, началом этого триколора. То есть, первые такие попытки были сделаны еще в 90-м году, еще при момент существования СССР, когда СССР, как бы, вот, объединилась. Но там вопрос был о том, что, как бы, официально этот флаг должен был принят после выборов президента. И, что интересно, первоначально он был не красно-синий-белый, соответственно, а вместо него был, собственно, лазуревый и алый, да. То есть, как бы, вот, потом заменили на более простые, соответственно, цвета. Да, поэтому здесь вот такой очень тоже сложный момент в том, что мы должны считать, вот, как бы, даты рождения вообще, как бы, российского флага. Ну, как бы, конечно, мы знаем, что 22-е, да, праздник официальный, но, вот, как бы, если там пытаться, вот, точно-точно определить, то здесь, как бы, историки тоже сталкиваются с такой проблемой, потому что однозначно нельзя сказать, когда вот, когда появляется современный российский флаг. Александр, а вот мне такой вопросик интересует, маленький вопросик. Скажите, пожалуйста, а как историки отмечают день российского флага? Ну, приходом на ОТВ. Программа «Наш утром», каждый исторический праздник. Большое спасибо, Александр, на самом деле интересно, я для себя кое-что даже открыл, чего не знал, допустим, про одежду, то, что это вот с этим связано. Ну, что ж, спасибо вам большое.